Врачи в один голос призывают Пугачёву срочно уезжать из Израиля, артистке угрожает нешуточная опасность, если она и дальше планирует жить в Израиле. Об этом журналистам рассказал Тигран Алексанян. Пластический хирург сообщил, что вскоре температура воздуха на земле обетованной прогреется до плюс 40 градусов, что может негативно повлиять на кожу знаменитости. Также он отметил, что это не единственная проблема, с которой столкнётся Примадонна. Тигран Алексанян признался, что ситуация осложняет и диабет, о котором певица говорила в 2010 году. Любая жаркая погода, естественно, плохо влияет, ультрафиолет плохо влияет на кожу. Если есть диабет, возникает риск нарушений сердечно-сосудистой системы, говорит врач. Алла Пугачёва призналась, что её неоднократно приглашали на концерты за рубежом, но она отказалась прийти по состоянию здоровья. Пугачёва поливают грязью из-за её позиции по Украине, она редко выходит на связь с поклонниками и только иногда развеивает слухи о себе. Недавно СМИ писали, что Пугачёва серьёзно больна. Вот только сама женщина категорически отказывается общаться с назойливыми журналистами. Но недавно Пугачёва призналась, что её неоднократно приглашали на концерты за рубежом, и она старается не пропускать мероприятия. Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный, почти месяц. До сих пор покашливаю, но ничего, слава богу, призналась Пугачёва и впервые заговорила о своём здоровье. Добавим, что также латвийская певица Лайма Вайкули рассказала латышским СМИ о состоянии здоровья Аллы Пугачёвой. Лайма Вайкули провела несколько дней в Израиле, где провела концерты. Её выступление в Тель-Авиве посетили Алла Пугачёва и её супруг. «Мы встречались в Израиле каждый день, я позвала их на концерт. Дела у Аллы и Максима в Израиле идут отлично, их дети там учатся в школе, всё в порядке. Этим летом они вновь планируют отправиться в Латвию, очень надеюсь, что приедут», — заявила Лайма. Этим летом латышская певица планирует возобновить свой фестиваль Лайма-рандеву, который проходил ранее в Юрмале. Продолжение следует...